При упоминании слова «Алаш» каждый казахстанец вспоминает Алихана Букиханова, Ахмета Байтурсынова, Макжана Жумабаева, ведь они внесли огромный вклад в историю нашего государства. Кроме того, в регионе среди подрастающего поколения проходят многочисленные мероприятия, посвященные нашей интеллигенции и ее произведениям. Одним из них является мероприятие «Алаштын Аскак Армана», проходящее в Центре Духовности и Историографии имени Шерхана Муртазы. «Алаштын Аскак Армане» – это недельное событие, посвященное истории. На открытии данного мероприятия студенты колледжа поставили спектакль, посвященный памяти представителей движения «Алаш», а учащиеся районных и сельских школ прочитали стихотворения, написанные интеллигенцией. В частности, ученица девятого класса села Сар-Кимер прочитала отрывок из поэмы «Хара-Орамал», а на основе драматического произведения «Азиза» была сыграна театральная постановка. Неделя истории, посвященной движению «Алаш», в нашем центре проходит не случайно. Именно 5 декабря зародилась идея этого движения. А цель нашего мероприятия – рассказать не только о самой идее, но и о людях, что стоят за ней, об их жизненном пути, о вкладе в историю нашего государства. Также в мероприятии приняли участие специалисты областного управления культуры, а также ученики школ и студенты. Каждому, кто продемонстрировал свое творчество и порадовал зрителей, были вручены специальные сертификаты и подарки. Мы участвуем здесь благодаря моему учителю. Главная идея мероприятия – это рассказать не только о самих представителях интеллигенции, но также об их близких. Об этом рассказывает наша театрализованная постановка. Движение «Алаш» в истории Казахстана олицетворяет стремление к национальной независимости и самоопределению. Зародившись в начале 20 века, оно выражало гражданскую идею и объединяло казахский народ в борьбе за собственное будущее, важное для формирования национальной идентичности и становления независимого Казахстана. Поэтому такие мероприятия будут продолжены и далее. Мадьяр Салыков, Аслжан Шымкент, Айхан Ахпарат.